Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата. И сосредоточимся на матче Сочи и Зенита. Эта встреча оказалась очень важной, потому что, во-первых, здесь Зенит потерял очки, и таким образом чемпионская гонка вновь обострилась. Динамо находится всего в трех очках от Санкт-Петербуржцев, так что здесь всякое еще может произойти. Ну и, что еще важнее, Сочи вновь отнял очки у Зенита, и сейчас вот лично я снова констатирую, что все-таки все вот эти теории о том, что Сочи является фарм-клубом Зенита, они остались теориями. Если после первого матча, где Сочи смог отнять очки у Зенита, многие говорили, что Зенит уже досрочный чемпион, что Зенит поэтому решил помочь своему фарм-клубу, он ничем не рисковал, но сейчас будем объективны, ребят. Зенит потерял важнейшие очки. Зенит теперь находится на расстоянии одного матча от Динамо, и здесь может все поменяться. Вполне возможно, эти очки стоили Зениту чемпионство. Неужели вот такой матч является, ну не знаю, какой-то слитой игрой ради того, чтобы помочь фарм-клубу Сочи, как многие сейчас говорят. Неужели Зенит решил таким образом, не знаю, обелить свою репутацию, что специально взял и потерял здесь очки, чтобы никто не думал, что Сочи это фарм-клуб. Что вот такое опровержение они специально сделали. Но это детский сад, ребят. Все вот эти теории о том, что Сочи все равно фарм-клуб, а то, что Зенит потерял очки, это был тоже какой-то договорняк, это детский сад. Объективно говоря, сейчас мы уже можем констатировать, что здесь, несмотря на тесную взаимосвязь, которая есть между коллективами, и которую отрицать сложно, все-таки спортивный принцип присутствует. И в результате Зенит в этой встрече потерял очень важные для себя баллы. Давайте разберем данную игру трезвым взглядом. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, начнем со стартовых составов, тем более, что здесь было много интересных нюансов. Если говорить о Сочи, то тут мы увидели привычную для них схему с тремя центральными защитниками, двумя фланговыми и плотной серединой поля. Но, что очень важно, в этой встрече традиционно плотная полузащита Сочи стала еще плотнее, потому что здесь вышли два опорника, один из которых, конечно, имеет более атакующие функции – это Нобуа, но он все равно выполняет в том числе и защитные роли, особенно при обороне своих ворот. Но мало того, что здесь два стопера, здесь было еще два фактически дополнительных центральных хавбека, которые действовали чуть-чуть повыше. Это Юсупов и это Ангбан. При этом мы понимаем, что, да, Юсупов в последнее время чуть ли не вторым нападающим действует, но как-то он играл в том числе и опорника, в том числе и в Зените. А Ангбан, ну, он вообще, строго говоря, брался как больше разрушительный игрок, чем созидательный, поэтому здесь, ну, скажем так, при обороне Сочи мог выстраиваться вообще в четыре опорника, которые стоят несколькими такими линиями защиты. Что касается Зенита, здесь команда почти не поменялась в сравнении с предыдущей встречей. Фундаментальная такая перестановка одна, это то, что Сутармин вышел вместо Караваева, что отчасти связано, ну, скажем так, с физическими проблемами у Вячеслава. Сутармин, поэтому более атакующий вариант на фланг, поэтому здесь в каком-то смысле Зенит вышел с наступательным настроем. При этом Зенит играл изначально по схеме 4-3-3. Вот достаточно часто сейчас меняют расстановки Симака, и вот, пожалуйста, тут мы видим именно четверку защитников, плюс достаточно интересную связку в центре поля, где есть и разрушители, как тот же самый Бариос, есть и универсальные хавбеки, как Кузяев, и креативщики, ну и впереди Дзюба в качестве такой краеугольной системообразующей функции в атаке. В общем и целом получается любопытный состав, и здесь, что очень важно, Зенит с самого начала стал, что называется, доминировать на футбольном поле. Если говорить о статистике сухой, то здесь, ну, конечно же, игра получилась односторонней. Зенит владел мячом больше 60% времени, они нанесли почти в 4 раза больше ударов, но что очень важно, попадание в створ 3-3. Так что здесь, если вы посмотрите не полный матч, а краткий обзорчик с опасными моментами, вы потом, наверное, не поверите своим глазам, узнав, что Зенит нанес в 4 раза больше ударов, потому что впечатления по опасным моментам такого не возникает. По опасности мы видим, ну, практически равенство двух команд. При этом, что очень любопытно, по моим ощущениям, во втором тайме именно Сочи смог существенно прибавить в плане создания опасных ситуаций. Поэтому то, что Антон Ванюшов, например, человек, который, скажем так, болеет за Зениты, которого сложно обвинить в предвзятости в пользу Сочи, даже он прямо написал, что команда-то отскочила по факту. Потому что во втором тайме Сочи создавал очень много опасностей, Сочи создавал очень много моментов, и что меня впечатлило, так это физика Сочи. Команда, которая очень много тратила сил на прессинг, на давление, прессинг, кстати, был очень неплох, и здесь помогало то, что большое количество футболистов в Сочи, ну, скажем так, имеет оборонительные навыки на высоком уровне, те же самые формально атакующие хавбеки Юсупов и Ангбан, они могут спокойно обороняться, в том числе и оба играли опорников. Крайние защитники латерали Заика и, соответственно, Макарчук, ну, они тоже обладают оборонительным функционалом. То есть у Сочи был всего лишь один чистый атакующий игрок, это Касьера, нападающий. В остальном все в той или иной степени способны эффективно защищаться. Стоит ли удивляться, что команда способна эффективно прессинговать, когда каждый может хорошо отбирать мячи, бить по ногам соперника и так далее. Плюс к этому отличная физуха. Как я сказал, Сочи хватило на весь матч. Хватило в том числе и на то, чтобы во втором тайме прибавить и перехватить инициативу. Поэтому здесь физика плюс прессинг, что называется, ломали игру Зенита. Ну, а во втором тайме в каком-то смысле Симакс сам подставился. Вот касательно того, что во втором тайме игра немножко поменяла свой вектор и Сочи немножко перехватила инициативу, стал создавать больше опасных моментов, чем Зенит. Ведь, обратите внимание, во втором тайме Зенит перешел де-факто на трех центральных. А это был плюс для Сочи, потому что таким образом схемы были зеркальными. И учитывая то, что Зенит продолжал много владеть мячом и идти вперед, Сочи было удобно обороняться. А имея впереди кассиеру, который способен зацепиться за дальнюю передачу, плюс имея такого диспетчера, как Нобуа, который способен дальней передачей за одну секунду перевести мяч из обороны в атаку, ты можешь постоянно напрягать соперника контр-выпадами. У тебя все время будет стабильный выход из обороны в наступление. При этом хотелось бы отметить, что Зенит в этой встрече, как мне кажется, показал еще и большие уязвимости своей обороны. Как бы мы не говорили о том, что вот, дескать, новый вариант защиты хорош, что вот эти новые функции, которые достались, ну, тому же самому Чистякову, который стал ведущим центральным защитником, на тому же самому Бариусу, который перемещается третьим центральным защитником и так далее, все-таки чувствуется, что здесь слаженности не хватает. И даже усилий того же самого Сочи оказывается достаточно для того, чтобы прорывать эту оборону. При этом, что еще очень важно, на мой взгляд, это то, что Симак, имея, возможно, лучший резерв России, лучшую глубину скамейки запасных, не смог ее реализовать во второй половине встречи. Как я сказал, Сочи выглядел во многом свежее после перерыва. Сочи выглядел интереснее. Это при том, что у Зенита шея функционал для того, чтобы задействовать свою скамейку запасных. Важнейшей функцией в этой встрече могли стать, кстати, стандарты. И те, и другие могли с них забивать. Но, как мне кажется, здесь справедливо, что матч закончился в ничью, в принципе. Потому что Сочи заслужил то, чтобы они остались непобежденными, а Зенит не сделал достаточно для победы. Ну и поражение Зенита было бы несправедливым. Это тот самый пример, когда силы действительно были равны. При этом Зенит по-прежнему мучается от вратарских проблем. Потому что Миша Киржаков, при всей моей симпатии к нему, а я думаю, вы знаете, что я исключительно положительно к нему отношусь, даже парочку раз, удивлялся, почему его не вызывают в сборную, когда он был действительно в порядке, в хорошей форме и так далее. Сейчас мы видим, что Миша по-прежнему ошибается, косячит. И это, конечно же, сказывается на действиях команды и на уверенности той самой обороны. К сожалению, сейчас у Зенита нет стабильного первого номера. Крецук травматичен. Киржаков, видимо, уже начал стоять и сдавать позиции. А Доревский не тянет. Получается, что да, вот такая вот печальная история. Ну а кто-то уехал в Байер сидеть на скамейке запасных. Может, теперь, кстати, и вернется. Кто ж его знает, что там сидеть и без игровой практики прокисать. В этих условиях начинаешь верить в то, что Зенит может действительно заплатить большие деньги за Сафонову. Потому что Сафонов, как галкипер высочайшего масштаба и уровня, он бы, конечно, многое дал Зениту. Даже с учетом того, что на него пришлось бы потратить до хрена денег. Но мы видим, насколько нервозна команда с такими вратарскими проблемами. В общем, 0-0 ничья, которая обостряет ситуацию в чемпионате России и в чемпионской гонке. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.